Заботы об экологии и своём кошельке. Всё больше хабаровчан начинают сортировать мусор и правильно утилизировать отходы упаковки. Специальный контейнер для сбора пластиковых и стеклянных бутылок, а также алюминиевых банок, появился в новом микрорайоне на улице Подгаева. Совместный проект администрации города, отраслевых операторов и пивоваренной компании, начатый в 2013 году, приносит свои плоды. Стартовал он в 20 городах России, и в Хабаровске в том числе. В Хабаровске при поддержке органов нашей власти мы поставили порядка 200 контейнеров. На сегодняшний день они работают. По данным Росприроднадзора, каждый житель России производит примерно 300 килограммов мусора в год. А всего в нашей стране ежегодно образуется до 40 миллионов тонн твёрдых бытовых отходов. И лишь 5% от этого количества вовлекается в переработку. Если мы перерабатываем упаковку, то мы используем меньше энергоресурсов для этого. Поэтому переработка отходов, она бережёт природные ресурсы и снижает выбросы СО2. Стоит бак. Наполняемость бака у нас, например, раз в неделю. Это без раздельного сбора. Если же мы будем собирать макулатуру отдельно, пластик отдельно и так далее, у нас будет наполняться этот бак, может, раз в две недели или в три. Естественно, мы будем меньше платить за вывоз мусора. За вывоз пластиковых и стеклянных бутылок, алюминиевых банок, которые жильцы собирают в зелёный контейнер, платить не придётся. А значит, управляющие компании и ТСЖ могут прилично сэкономить и направить сбережённые средства на нужды дома. Баки на переработку можно отправлять в полиэтиленовые пакеты, которые мы никогда не знаем, куда деть. Они также перерабатываются, как и любой другой вариант пластика. Контейнеры очищаются отраслевым оператором по мере наполнения примерно раз в две недели. В проект «Принеси пользу своему городу» может вступить любое ТСЖ или управляющая компания, определив место для установки мусорного бака. Емкость для раздельного сбора отходов упаковки предоставляется бесплатно. Наталья Чернышева, Дмитрий Попуша, Хабаровск, События.